Всем привет, с вами Рин. Что ж, эта игра, наверное, думает, что она меня переиграет и уничтожит, но нет. Я, конечно, успела позорно сдаться, подглядев прохождение, но у меня есть оправдание. Я очень-очень давно не играла в такие игры. Ладно, ладно, оправдывайся сколько хочешь, Рин. Но раз решила проходить до конца, до того существующего конца, который есть, то пойдем проходить. Да, я знаю, что из-за нынешней ситуации игру еще не скоро закончат полностью, но тем не менее я для себя решила, что пройду все имеющиеся главы. Просто потому, что интересно, на самом деле действительно интересно, и для того, чтобы поддержать разработчиков. Хотелось бы на самом деле сразу, не отходя от кассы, отметить вариативность событий, которые здесь происходят. Ведь мы могли, как оказывается, не через яблочную конфету вернуть бабушке герань, а просто вернуть герань, пока бабушка спала. Не случилось бы с чего с бабушкой из-за моей глупости. Ой, тогда хорошо, мы торопимся домой. В общем, мы могли принести герань в то время, когда бабушка спала, и она бы тогда вообще ничего не заметила. А могли бы и сделать так, как мы это сделали до этого. Если честно, я не очень поняла, зачем нужно было кормить бабушку фруктами. Вроде пока что никакого особо эффекта это не возымело, хотя даже не знаю, какой там эффект должен был из-за этого быть. В общем, пока никаких ощутимых последствий. Так, подожди, нам нужно сюда? Нет, новых тем здесь никаких нет. И, кстати говоря, похоже, что в погребе мы где-то все-таки упустили морковку для зайчика. Поэтому я бы сначала пошла туда. Господи, как теперь дневник закрыт? Я бы сначала сходила туда, все-таки еще раз поискала морковку. Вот, как бы, вариативность это круто, но то, что ты иногда не можешь увидеть предмет, который тебе нужен, это, блин, уже не очень круто. Несмотря даже на то, что я вроде бы настроила себе курсор. Давай сначала в мастерскую. А, точнее, не в мастерскую, а вот сюда. Фонарик же там остался. Фонарик теперь будет гореть здесь вечно. В ведрах картошка и свекла. А мы все ведра проверили, нет? Может, нужно было проверить что-то еще? Чего я здесь не увидела? Хм, это лук. Зачем так много? Полная закрома свеклы. То есть здесь надо действительно просто тыкать, 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 пока ты что-то не найдешь. Банки с вареньем и соленьями. Это мы, по-моему, читали. А вот же морковка, господи, я просто слепая, блин. Я ее в прошлый раз не увидела. В этих закромах морковь. Возьму одну. Конечно, вот же она. Как можно было ее не заметить? Ну, у меня на тот момент мысли были заняты абсолютно другим. Поэтому я и не увидела. Ой, ну теперь давайте скормим морковку зайцу. Я надеюсь, что за это время с бабушкой ничего сильно критичного не случится. Ну, что нам взамен даст заяц? Типа, нафиг он нам вообще нужен? Пока тоже не ясно. Так, ушастый, держи. Угощайся. Может, это тебя расположит ко мне? Эй, куда же ты? Ой, заяц куда-то. Ну, ничего себе. Я совсем забыла, что здесь были качели. Как интересно. А, на этих качельках она, наверное, качалась, когда была маленькая. Я чувствую, что от меня что-то скрывают. Понять бы что. Интересно, они меня выдержат? Я думаю, что да. Расправь крылья и лети. Дедушкин голос. А больше ничего здесь не появится? То есть мы просто можем качаться и качаться и качаться. Да? Так, стоп. А слезть ты как-то с них можешь? Да, она с них слезла. Приятно, конечно, так вспомнить детство. Я, на самом деле, тоже не так давно на качелях каталась, если подумать. Мне было уже за 20 в последний раз. И это было все так же прикольно. Забытые качели. Я решила угостить своего нового ушастого знакомого морковкой, а он в ответ устроил мне экскурсию в прошлое. Следуя за белым кроликом, я вышла на поляну с качелями, на которых так любила качаться в детстве. Стоило раскачаться, и я будто перенеслась обратно в прошлое. Я вспомнила, как дедушка качал меня на качелях, приговаривая, расправь крылья и лети. А я разводила лапки в стороны, закрывала глаза и представляла, что я действительно лечу. На самом деле опасно, качаясь на качелях, расставлять руки в сторону. Надо быть полностью уверенным, что ты контролируешь ситуацию. На какой-то момент мне даже показалось, будто он снова стоит рядом. Но это был всего лишь мук. Да, скучает по дедушке. Ну, вот теперь мы можем пойти домой. То есть теперь нам открыта вот эта локация. И если что, мы можем снова сюда прийти. Ох, и долг, путь домой. Почтовом ящике больше ничего нет. Ну, идем тогда. О, а где бабушка? Что? Как вы сюда попали? И где бабушка? Рассказывайте сейчас же, что здесь происходит? Тише, Лия. Я сейчас все тебе расскажу. О, на этот раз ты меня услышал. Я сразу поспешил сюда и не хотел тебя волновать, пока сам не убедился, что все нормально. Феню я уложил отдыхать. В ее состоянии лучшее лекарство – это покой. В каком состоянии? Но я пришел к тебе, Лия. Вы ко мне? Бабушке очень нужна твоя помощь. Лекарство, которое я ей даю, не действует так, как раньше. А скоро оно и вовсе перестанет ей помогать. Нам нужно спешить. Время поджимает, Лия. Почему же она мне ничего не сказала? Я же должна знать о таком. Я же ее внучка. Я нашел решение и могу приготовить для Фени нужное лекарство. Очень много лет я посвятил поиску правильной формулы. А сейчас... Ах, боюсь я единственный, кто еще верит в ее излечение. Похоже, я начинаю понимать, что здесь происходит. Ты внучка достойного лиса, и я верю, что ты не откажешь мне в помощи. Ведь я уже стар, и на поиски у меня уйдет много времени. Это то, чего очень хотел твой дедушка. Ты готова? Что мне нужно искать? Ты найдешь самые редкие ингредиенты, а я соберу то, на что хватит моих сил. В первую очередь нужно раздобыть трицветик. Это очень редкое растение, но его можно найти в нашем лесу. Просто нужно помочь ему себя найти, помочь проявиться. А еще нам нужны караеды. Думаю, с этим у тебя проблем не будет. В моем случае даже простое задание может обернуться приключением. О, да, как показала практика, так и есть. Все, что может тебе пригодиться в поисках, ты найдешь у меня дома. Поспеши и используй тайную тропу к норе. Так ты быстрее все найдешь. Тайная тропа к норе? В смысле? А я еще побуду здесь, с Феней. Когда найдешь все, что нужно, ищи меня в норе. Ай, найдешь все, что нужно, ищи меня в норе. Вот такие дела. Бабушка больна, но чем конкретно она больна, непонятно. И нам, в принципе, я об этом знала, конечно, когда искала эту игру. Я знала, что нам здесь придется искать для нее какое-то лекарство. Но насколько все плохо, и что это вообще за такая болезнь, я до сих пор понять не могу. То есть получается... Так, найти трецветик и короедов, поспешим. То есть получается, что бабушка уже была больна еще в момент молодости, как бы это сказать. То есть когда они только-только начали жить вместе с мужем, с дедушкой Ильей, она уже тогда была больна. И они с Корсаком, видимо, чем-то таким и занимались. Искали для нее лекарства, чтобы она могла жить. Хотелось бы, конечно, узнать подробности. А бабушка-то где? Бабушка, наверное, в спальне отдыхает. Интересно, мне зайти-то хоть к ней можно? Повидать, посмотреть. Да, бабушка спит. Ох-ох, надо поспешить. Держись, бабуль, я все найду, и мы тебя вылечим. Ой, на самом деле для меня это в какой-то степени больная тема. У меня тоже болела бабушка. Долгие-долгие годы. Именно бабушка, не прабабушка. Прабабушка умерла даже чуть позднее, чем бабушка. Так вот тоже иногда бывает, к сожалению. И мы столько усилий приложили, чтобы как-то ее вылечить, чтобы хоть как-то ее страдания и облегчить. И в итоге все равно все закончилось очень печально. В нашей реальности попробуй-ка изобрети какое-нибудь лекарство. Если Корсак сказал искать в лесу, причем он еще так странно сказал, нужно дать ему проявиться, то, наверное, мы сейчас должны пойти в ту часть леса, где еще не были. Может поговорим с этим таинственным обитателем норы? Короеды. Может, вы мне подскажете, как мне найти короедов? Понятно. То есть, нифига нам не подскажет. Ладно, давай пока оставим это. Пойдем дальше. Жалко, что рыбу отсюда мы уже не сможем выловить. Прям так обидно за монетку. Так, используй тайный путь. Он сказал. Интересно, что за тайный путь-то? Я пока только один путь нашла. О! Открылась книга. Прямо эта книга волшебная какая-то. Со всякими зельями и заклятиями. Ну что, мы внезапно оказались в фугварте? Трицветик. Конволус триколор или горельник. Красивый цветок из рода вьюнковых. Маленькие голубые цветки трицветика нелегко разглядеть в лесу. Да и сам трицветик – большая редкость даже для искушенного травника. До момента цветения его невозможно отличить от других вьюнков, а короткий период цветения делает его практически неуловимым. Найти это редкое растение все же можно в период цветения на лесных пожарищах, куда может занести семена трицветика ветром. Значит, нам нужно будет отправиться снова в сгоревшую хижину Корсака. Найденные соцветия обычно попадают в коллекции ботанических музеев. Вырастить трицветик до сих пор никому не удавалось. Ишь ты, какой капризный цветок! Но в поверьях народов Запада трицветику находили более практичное применение. В летописных бумагах найдены упоминания трицветика в качестве сильного средства от головных болей. О, мне бы не помешало! Также правители применяли его для омоложения. И нередко сжигали акры лесов собственных угодий в погоне за неуловимым цветком. В надежде, что где-то среди обугленных стволов вырастет волшебное растение. Отсюда трицветик и получил свое народное название – горельник. То есть бабушка не врала, когда говорила, что пьет омолаживающее зелье. Но почему она его пьет? Может быть, у нее… Я знаю, что вот в реальной жизни есть такая болезнь, как прогерия, то есть ускоренное старение. Но в таком случае человек максимум… Я не знаю, до какого возраста он доживает. Я знаю, по-моему, только одного человека, который дожил до 23 лет. И это был рекорд вообще среди людей с подобным заболеванием. Остальные лет в 16-17 обычно уже умирали. Кто-то, может быть, даже и раньше. Имеется ли в виду конкретно здесь это заболевание? То есть бабушка Феня, она начала быть бабушкой еще в молодости? Точно не знаю. Может быть, это зелье просто поддерживает ее жизнь. А на самом деле, ну как бы никак не излечивает ее болезнь, которая у нее есть. Узнать бы еще там, что конкретно. Ой, лисохвост. Уникальный в своем роде тип грибов. В микологии известно огромное количество грибов, обладающих естественной светимостью. Хм. Ну, в отличие от лисохвоста, это обусловлено эффектом флуоресценции. В клетках же лисохвоста происходят совершенно иные химические процессы. Больше похожие на горение. Господи, прям твин пикс какой-то. Огонь, иди со мной. Свечение гриба. Красное или оранжево-красное. У молодых грибов. Ярко-желтое. У грибов, достигших созревания. А у перезревших, старых грибов. Слабое оранжевое свечение, которое сохраняется еще очень продолжительное время. Плоть до десятилетий. Старый гриб может достигать высоты в лисий рост. Но найти такие грибы практически невозможно. Свечение гриба не зависит от получаемого извне света. Нередко шахтеры натыкались на целые подземные колонии лисохвоста, которые ярко светили. Собственно, с этой природой светимости связана и другая особенность этих грибов – взрывоопасность. Спелые грибы, обладающие самой большей светимостью, особенно взрывоопасны. Вау! В единичном экземпляре, не представляющей никакой опасности, они не раз приводили к обвалам породы, потревоженные шахтерами, которые натыкались на плантации этого уникального гриба. Гриб – бомба в буквальном смысле. Так, это все, что мы должны отсюда узнать, да? Про трецветик и про лисохвост. Хорошо, давайте мы записи, наверное, отложим. В принципе, зачем нам читать еще раз то, что мы уже и так знаем. Теперь, я думаю, обладая нужной информацией, вот теперь я серьезно волнуюсь. И это тоже, я тоже серьезно волнуюсь. Я даже не знаю, что у меня там со следующими заданиями получится. Если я первые вот эти задания уже с трудом могла сделать. А теперь... Подожди, нас туда все равно не пустят? Там дальше незнакомый... То есть что, все действие будет происходить конкретно вот в этой локации, что ли? Так, эти травы мы так срезать и не будем, да? Я думаю, что голубику... Она, конечно, может взять голубику себе, но и, наверное, сможет съесть ее сама. Давайте немножко подкормим Лию и пойдем искать. Ой, подожди, там стрелочка вниз была? Там была стрелочка вниз. А, нет, нет, почему-то мы все равно идем направо, хотя нам показывают, что вниз. Я уже подумала, что нам новое место открылось, но оказывается нет. Так, то есть... Ну, в принципе, сейчас задача ясна. Мы пойдем в сгоревшую сижину. Ну, однако, конечно, я сомневаюсь, что все будет так просто. Предыдущий квест с котом и мятой меня просто чуть ли не убил. Не факт, что мы вот прямо сейчас найдем там семена этого трицветика. Но попытаться, конечно, стоит. Здесь мы пока ничего не можем. Где-то под корой должны быть короеды. Ну, как мне их найти? А-а-а-а-а. То есть мы можем прямо на деревья, наверное, наводить курсор. И... Вряд ли короеды стучат вилками и ножами, когда едят кору. Как же мне их услышать? Услышать. Молоточком побить? Нет? Нет. Значит, молоток нам нужен не для этого. Может быть, кстати, есть смысл сходить еще в мастерскую И что-нибудь поискать там Хотя я даже не знаю, что конкретно искать Так, я надеюсь больше... Будь я маленьким противным жуком, где бы я пряталась? Думай, как жук ли я, будь жуком Где бы я пряталась? В смысле в цветах? Я не могу ковырять дерево в любом месте, так короедов не найти Но молотком ты вообще стучать по нему не хочешь, да? То есть никаких действий даже нет Мячик тоже не поможет А что у нас еще есть полезного? Магнит О, магнит нужен был нам для того, чтобы достать ведро Понятное дело, что ни конфетами, ни сливами, ни фруктами мы ничего не добьемся Значит, нам нужны еще какие-то предметы Я не знаю, а стоит ли нам идти на станцию? Наверное, пока не стоит А, слушайте, как раз на этом дереве, я помню, была активная зона Может быть, мы здесь что-нибудь найдем? Хотя нет, оно все равно не работает Странно То есть мы просто можем на него посмотреть Больше ничего такого Через это окно видно черную сгоревшую мебель Это я помню Ммм, стоит ли здесь осматриваться? Вроде мы здесь все смотрели так-то уже Я вижу куст кошачьей мяты На потолке может быть что-то, чего я не заметила Печально видеть, как исчезает история Ммм, слушайте, ну здесь же нет ничего Тут только обломки посуды И кошачья мята, которую мы теперь даже взять не можем Блин, почему я думала, что у нас тут что-то может получиться Значит, я думала неправильно Тут вроде какая-то кучка и лежит Но вроде бы ничего нет и ничего даже не подсвечивается Ну-ка, а что она написала в дневнике Про эти растения А, маленькие голубые цветки Вьюнок, а значит плетется по деревьям и заборам Так, по деревьям и заборам Ну вот, это может быть он, типа Или, слушайте А не значит ли это, что мне придется что-то поджечь Для того, чтобы появились эти семена Что я тогда должна делать Снова углей набрать из печки корсака Нет Вот такое ощущение, что я как будто Действительно с этого дерева что-то должна собрать Подожди, сгоревшее дерево уже оплел вьюнок Ну так вот же он, блин, вьюнок Что делать с этим вьюнком теперь Как его Как его раздобыть Ничего не понимаю Срезать она его не хочет Магнитом бесполезно А вот эти цветы Невьюнок Тоже синие Но здесь нет активной зоны Ладно, давайте на станцию сходим Но на станции, по-моему, вообще ничего нет И смысл сюда заходить Никакого Ладно, пошли обратно Пошли обратно Будем думать дальше Где-то под корой Явно какого-то предмета У меня не хватает Может быть, знаете, может быть я недостаточно осмотрела нору корсака Кстати, подожди, а беседка? На беседке тоже что-то есть Это вьюнок, но у него фиолетовые цветы Это точно не три цвета То есть мне нужны прям синие Прям синие мне нужны Малины до сих пор на хусте не прибавилось А вот это Они тоже фиолетовые Давайте заберемся наверх Кстати Я, конечно, не знаю, что там могло измениться С тех пор, как мы туда заходили Но вдруг Похоже, так всегда и было Солнце лов Зачем мы, блин, это сделали Если, по идее, это нам никак не помогло Просто воссоздали место для игр и все Кучки мусора под деревом А вот здесь вот этих короедов быть не может Как-нибудь их достать Не стану пачкать мяч Слива Может нам еще раз конфету туда положить Это я на всякий случай посмотрела А, вот Я не знаю, просто зачем нам фрукты Наверное, они нам уже и не понадобятся Но конфеты нам пока тоже не нужны Поэтому инвентарь немножко освобождаем Так, это голубика Это тоже вьюнок И у него фиолетовые цветы Явно это вот то дерево Вот прям очень явно Но что с ним надо сделать Так, давай будем думать Да вот что ж ты голыми руками туда лезешь Нам, наверное, надо было точно Пошариться в одежде Корсака Ну, я же могу пользоваться всем, что есть в его доме Всем? А ключ от чего? Может быть я смогу куда-то Куда-то дальше теперь пройти От чего этот ключ? Я здесь не вижу никаких других комнат Здесь только то, что мы уже читали Зачем ключ? Зачем ключ? Для чего ключ? Может быть я чего-то не понимаю, конечно Я опять чего-нибудь не вижу Так, должно быть отменный супчик А съесть ты его в этот раз не хочешь, да? Ага Что это у нас такое Оп Бутилек с неизвестной жидкостью Вонючая жидкость Э-э-э Вонючая жидкость А может ли быть так, что Эта вонючая жидкость это какое-нибудь масло Которое можно поджечь, например Горит ярко и жарко Просто на сей раз У нас нет консервной банки, в которую мы могли бы Набрать углей Так Откуда ключ? Откуда ключ? Откуда ключ? Теперь буду думать и гадать просто А! Серьезно? Ого, жаль, что я раньше не знала Об этой тропе Так вот оно что А я уже думала, это от чего-то От чего-то здесь Может быть здесь еще есть что-то То, что мы не могли открыть Это может быть ключ от сундука? Ну, ладно Нет, значит нет Эти ящики же мы открывали уже То есть нет Не отсюда И не отсюда Ну-ка Попробуй взять Консервную банку Нет, не хочешь А если мы сделаем вот такую кощунственную вещь? Нет По-моему, я уже пробовала По-моему, я уже пробовала И у меня не получилось Может быть надо еще раз инструменты осмотреть? Кажется, здесь чего-то не хватает Ну так Молоток Нет Отдавать молоток Не хотим Help me, please Может надо еще раз к корсаку подойти? Уточнить что-нибудь Из погреба, наверное, мы больше ничего брать не будем Я так подозреваю, что нам здесь нужна была только морковка Ну давайте зайдем еще раз Короеды, Трицветик Ага, то есть с ним можно еще вот об этом поговорить Может вы мне подскажете, как найти короедов? Это сильно ускорило бы поиски А? Да Ты хорошенько прочти книгу в норе Так читала уже Там Трицветик подробно описан И не стесняйся Бери у меня дома все, что нужно Это очень тебе поможет Ну я же спрашивала Ладно, не важно Абсолютно бесполезный лис Так, Трицветик Короеды прячутся под корой Но даже их можно найти, если хорошенько прислушаться Хорошенько прислушаться Герань на сей раз брать не будем, я так понимаю, да? А ну-ка, давай-ка заглянем в сервант Хорошенько прислушаться То есть Что надо сделать-то? Какую-нибудь раковину найти Раковину, банку, не знаю Приставить ее типа донышком к стволу и услышать Или что? Ладно, пока нет другого выхода Пойдем искать дальше Ой, кстати, одного одуванчика уже нет Совсем, видимо, мы их сдули Остальные остали Так Стой Если мы нашли вот эту вонючую жидкость Давай все-таки сходим еще раз К сгоревшей хижине Опробуем ее там В Твин Пикси, опять же Всякие Как бы это сказать Сверхъестественные существа Злые существа Приходили вместе с запахом горелого масла Точно Я плеснула немного вонючей жидкости Но результата нет Может быть реакция слишком медленная? Нужно придумать способ усилить эффект Ну, я так понимаю, поджечь Все-таки Но как именно поджечь Непонятно Что с чем можно Скомбинировать Магнит Понятно, что нет Ммм Походу я опять застряла Знаете, что я только что сделала? Видимо, нагрела эту жидкость И у меня получилась горячая вонючая жидкость Значит, теперь пока она горячая Мне необходимо вернуться к хижине Так, подожди А как я вообще туда заходила? Вот теперь-то я могу пойти сюда? Или нет? Да, точно Вот она, тропинка Может быть сейчас хотя бы с трицветиком получится Итак, я смогла каким-то образом С помощью печки Или с помощью вот этого супчика Который на печке стоит Нагреть жидкость И у меня получилась горячая вонючая жидкость Давайте попробуем ее на вьюнке Теперь Может сработает? Точно! Ух ты! Начал расти Может еще плеснуть? Как говорил дедушка Лучше перелить, чем не долить Добавлю еще немножко Может это ускорит процесс? Главное не переуседствовать Все еще мало? Какой ненасытный вьюнок? А-а-а Так Может быть Нет, я так понимаю Нужно все-таки еще раз преснуть Удобрений мало не бывает Вылью Ой, а может быть мы неправильно поступили? А вдруг мы сейчас вообще здесь все нафиг испортим? Как же так? Неужели этого мало? А нет Вот Все-таки получилось Ах Ничего себе Вот это интенсивное земледелие И что это за шум в доме? Так Ну Для начала мы должны Я так понимаю Срезать вьюнок Нет Нет Что, в дом надо зайти сначала? Оу То есть в доме этот вьюнок тоже распустился Интересно А мой ключ подойдет к этому сейфу? Здесь есть сейф Это вот этот вот ключ от этого сейфа? И что там? Книга Книга и часть механизма сундука Ооо Мы откроем сундук Почему Корсак хранил их здесь? Так А вьюнок-то ты возьмешь сегодня? Или нет? То вдруг он каким-то образом пропадет? Или надо просто Корсаку об этом сказать? Что венок Господи Вьюнок Уже говорю Венок Распустился Это мифология Но стоит учитывать Когда же Лия узнал о коварстве старшей сестры То лучом света Классный Как будто действительно настоящие какие-то мифы читаю Вообще не исключено Что это все на чем-то настоящем И здесь явно видно Что прячется подсказка к тому Как открыть сундук Я так в общем-то и думала Лиса должна быть где-то посередине Лиса должна быть где-то посередине Про бабушку мы тут не почитали На самом деле я хотела, чтобы мы почитали это Ближе к концу серии Ну давайте сначала куда-нибудь дойдем Я так понимаю Нам сейчас все-таки нужно открыть дневник Ой, открыть дневник Открыть сундук Давайте мы это и сделаем А потом почитаем дневник И наверное будем на сегодня заканчивать Так, ну что ж, давай Отлично, подошло Теперь можно попробовать открыть сундук Так, лиса должна быть посерединке Но я помню, что вот эти вот головы Как-то можно перемещать Так, а лису куда? А, подожди Пока они здесь стоят Мы не можем его открыть Да? Так А куда двигать лису? А, вот сюда ее можно двигать Не совсем понятно Ммм И типа че? Как они должны встать? Честно говоря, не очень понятно Три в ряд сделать или что? Как-то с очень большим трудом они двигаются А вручную перетащить я их не могу Я-то думала, что их надо вот в центр поместить Вот эти вот головы Но они туда вообще никак Типа они только по кругу могут двигаться Или я просто... А-а-а-а! Я открыла? Или нет? Нет, видимо открыла я его не полностью вон оно что нет подожди олива и тору больше никогда не видели друг друга теперь она закрылась блин интересная загадка но мы так я чувствую еще с вами долго просидим над ней наверное мне нужно все-таки попытаться будет это сделать за кадром а пока что давайте почитаем то что еще не читали про бабушку я не знаю что и думать все поменялось очень резко и неожиданно еще минуту назад я расстраивалась из-за того что не выпью с бабушкой чайку а теперь я даже не знаю как все это воспринимать бабушка спит а корсак говорит мне что ее нужно срочно лечить и только я могу ему в этом помочь похоже это все как-то связано с записями дедушки в дневнике решение который искал серый это формула лекарства для бабушки неужели тогда у них ничего не получилось хорошо ли без паники сейчас мне нужно найти трицветик и караедов первым делом забегу в нору часть механизма так это понятно и ой подожди куда и обгоревшая книга меня никогда особо не привлекала древняя мифология но в сгоревшем доме в сейфе я нашла обугленную книгу в ней осталось не так уж много страниц но то что мне удалось прочитать кажется будет полезным сначала тору или я были близки но тору скрывала младшую сестру от ольвы это удалилась от них на край вселенной так это подсказка то есть мы по моему так и мы по моему так и сделали нет или нет потом ли я узнала об этом и скрылась за ольвы а тору удалилась на другой край вселенной но в конце ли я скрыла за собой ольвы и тору приблизилась к ним так был установлен мировой порядок может быть кому то просто нравилась эта история но я лучше запишу ее елы палы так это надо действительно прям запомнить сначала тору или я были близки а ольвы удалилась от них на край давайте попробуем вот такие загадочки я люблю так или и мы должны нет подожди как мне теперь убрать тебя отсюда а вот так вот сначала они были близки а можно еще и вот так сделать во открыли один есть потом ли я скрылась за ольве и тору удалилась на другой конец вселенной так как бы как бы нам это сделать наверное надо оставить ее здесь и переместить только ли иначе не получится да нет нет почему нет а подожди сначала ольвы скрылась за ли они у меня не в том порядке просто стоят вот так вот она второе но она не держится почему то бы может надо ли еще куда-то переместить в общем ребят вроде все кажется просто но как будто бы от меня что-то ускользает и я все равно не могу открыть дурацкий сундук там управление это какое-то немножко странное вот так что все-таки за кадром я еще попытаюсь это сделать а пока что всем спасибо что посмотрели эту серию увидимся с вами в следующей и будем продолжать решать загадки которые нам подкинет фокс тейл